Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А что я, собственно, потерял-то? Мой отец к тому времени, когда я родился, отсидел в Бристоле 20 лет, и у него ни гроша не было У меня, собственно, и шансов никаких не было, чтобы начать что-либо с таким злостным раскладом Авератор Джон Николаев, плачет Какой же милый цвет! Как думаешь, к моей комплекции подойдет такое? В салоне, сеньорита, кто вообще заметит ваше платье? День тянется так долго Полагаю, можно что-нибудь придумать на вечер Пойти к Рутгерду А что еще? Рутгерд? А может, под юбку к кому залезть? Рутгерд? 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 Проследите за этим, ладно? Конмейнер. Пытаюсь себе вообразить, сколько-то мне еды уже приносило, и у меня нашёлся лишь один ответ. Какой же, мистер Мейнер? Слишком много. У вашей мамы жизнь-то, небось, получше. Это её дело. Я предпочитаю работать у стола. Салли, я это рассматриваю как растратую природных данных по кусту. Что-нибудь ещё принести, мистер Мейнер? Не сейчас. Вы будете конмейнер? Может быть, так. Никогда я не считал, что это изображение справедливо по отношению ко мне. Но малость на поросёнка похожа. Вы здесь уже почти неделю. До этого вы были в Чак-Вотер, и ещё пару-тройку дней в спрус. Да? Должен ты знаком с кем-нибудь из моих личных друзей, сынок? Вы убили троих людей в этих местах. А кто-нибудь из погибших ваш родственник, что ли? Это ордер на ваш арест. Расскажи мне побольше. Я исполняю этот ордер по чести вашего ареста, Мейнер. Самостоятельно, что ли? Я заместитель американского маршала. Какая модная байка для такого парня, как ты. И куда же ты меня заберёшь? В Сент-Луис. В Сент-Луис, значит, да? Знаешь, сынок, тебе нужен хороший совет, и я тебе его дам. Забери-ка ты этот ордер и езжай прямиком обратно в Сент-Луис. Без вас я туда не вернусь. А у меня нет намерения ехать в Сент-Луис. Особенно теперь. Мейнер, ты стоишь для меня 200 долларов, живым или мёртвым. Охотник за головами. Ты можешь вернуться со мной в Сент-Луис, и там тебя повесят. Или выхватывай свой револьвер прямо сейчас. А может, это мне нужен совет, а? Давай, хватайся за револьвер. Шанс тебе висельник не даст. Насколько теперь ты высок, большой человек? Это вроде как был мой друг. И ты явно не хотел взять его живьём. Заставил его хвататься за оружие. Он схватился первым, и вы это видели. Вам лучше будет побыстрее провести расследование, потому как долго он тут не задержится. Надо бы кому-нибудь за шерифом сходить. И вот я уже служил здесь 20 лет, мистер. Всё это время кручусь тут рядом со стулом. Как подумать, менее значительной жизни падения нет вовсе. А вы не думали отодвинуть этот стул, закрыть всё и устроиться поближе к городу? Конечно, я много о чём думал. Открыл бы там заведение, да не обязательно прикмахерскую или похоронное бюро, но чтобы в большом городе, всё на высшем уровне, и у самого высокого дерева. Вы бы тоже, наверное, не отказались ко мне зайти в таком случае. У меня есть свои маленькие сюрпризы, которые я умею преподносить. Я и прикмахер, я и гробовщик, что надо. Вот, застрелили час назад Чарльза Мейнера, и теперь понадобятся мои услуги. Услуги гробовщика и очень скоро. Тут нет никаких вопросов. Не желаете сладкого приятного аромата на лицо, а, мистер? Нет. Что это его решили так быстро похоронить-то, а? Может, его больше никуда не приглашали? А вы не правы, мальчик. Я разговаривал с людьми в этом городе. И что? А то, что он всегда запросто тратил здесь свои деньги. Там, где трудно, даются деньги таких людей, как он ценит. Как с этим быть? А как насчёт тех людей, которых он убил? Он убил их не здесь. Вы будете здесь, в городе? Да, до тех пор, пока не улажу этот вопрос. Поскольку я вас ещё и побрил, это будет стоить в два раза больше. Вы слышали показания других свидетелей, мисс Салли. Что-нибудь хотите добавить к этому? Не соблаговолись или начать говорить, мисс? Я не видела ничего другого из того, что видели остальные. Но вы же были ближе всех к этим двоим, ближе, чем остальные. Это так? Я не слышала и не видела ничего отличного от других. Вы можете идти на свое место, мисс. Садитесь. На основании данных здесь, показания свидетелей, а также следователей шерифа Маунт-Сити, прихожу к выводу, что погибший скончался в результате действий заместителя американского маршала Уэлша. Также я обнаружил, что погибший отказался принять ордер на его арест, а следовательно, действия маршала были законными и оправданными. Мне нужен подписанный протокол вашего решения. Ну, пожалуйста, это проще всего на свете, маршал. Уоллэн все так делает, что оно и правда становится законным, как будто он настоящий судья. Для этой работы его судейских полномочий хватает. Вам сказать, что нужно сделать с этой бумагой? А что с ней не так, маршал? Здесь нигде не упомянуто, что человек, которого я убил, это Кон Мейнер. А кто ж такой-то Кон Мейнер? Кон Мейнер – это человек, который лежит вот здесь. Никогда не слышал о таком имени. В это нелегко поверить, да? Ну, как вы себе уясните это? А какая разница в том, как его звали? Официальным лицам в Сент-Луисе будет мало одних лишних маршалов. Человек уже мертв. Разве этого недостаточно, чтобы удовлетворить соответствующих официальных лиц? Там не удовлетворяется до тех пор, пока не будет контакт с того, что я убил, это Кон Мейнер. Кому это вообще важно? Важно мне. Вам не нужно было его убивать. Могли бы просто передать его шерифу Хэнклу. В этом районе он не был в розыске. И у шерифа не было права арестовывать человека, который разыскивается в другом районе. Это так, шериф? Поэтому охотники за головами и занимаются своим делом, так ведь? Соблюдайте порядок, мистер Слоун. Личность спокойного четко не установлена. Такие дела, маршал. В этом случае вы можете, конечно, не получить свои деньги. Райс, только компенсацию за долгую прогулку. Он же останавливался у вас в гостинице. Это так, маршал. Если бы он ускакал, то судья наверняка был бы премного обязан такому раскладу. Мисс, я с вами разговариваю. Вы же знаете, кто такой был этот человек. Я не знал его имени. Он регулярно обедал у вас в заведении. Я видел, как вы разговаривали с ним. Да я со всеми клиентами разговариваю, но его имени я не знала. Да, уж это очень даже забавно. Никто, кажется, не знает, как звали покойного. А что, есть какая-то причина, по которой человек бы стал ходить по улице и рассказывать, кто он такой, особенно если он знал, что за него обещано 200 долларов охотникам за головами? Док, не спешите заколачивать этот гроб слишком скоро. Незнакомец хочет сделать себе фотографию. Ему, небось, нужно два снимка по цене одного. Кто-нибудь есть здесь? Я сейчас не могу заняться делом, мистер. У меня закончились пластины. У меня для вас есть работа, и я заплачу вам вдвойне. А, ну я открыт, готов заняться делом. Возьмите все оборудование. Пройдемся. Да, я могу сделать ваш снимок прямо здесь. Я хочу, чтобы вы сфотографировали не меня. Тогда я возьму с тобой пластины. Проявите это как можно быстрее. Ну что ж, это удовлетворит официальный клик в Сент-Луисе. Продолжение следует... Этого я не ожидал. Они не стреляли в нас. Это можно исправить? Нет. И это единственный аппарат, который у вас есть? Да. А как много понадобится времени, чтобы достать еще один? Ближайший городишко отсюда в Учито. Две недели будут везти оттуда. Две недели. К этому времени труп будет непрезентабельным в социальном смысле. КОНЕЦ 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 Если вам это интересно, вы, кто стрелял сейчас по фотолаборатории, неужели вы это серьезно? Без всяких сомнений. Я бы хотел вам помочь. Да. Он был вежлив, тот, кого вы застрелили в гостинице. И в городе Маунт он не был в розыске. Я не желал бы никакого официального расследования из-за него. Вы знали, кто он такой. Не могу подписаться под этим, но тот человек, которого вы убили в гостинице, возможно, был Коном Мейнером. А может и не был им. Ну что ж, большое спасибо. Маршал, у вас есть еще какие-нибудь дела в Маунт-Сити? И вы вечером покинете город? Шериф, я заработал 200 долларов. И у меня есть намерение получить их. Так, кто будет хранить Коном Мейнера? Кто будет хранить человека, которого вы убили? Город, как всегда. Под каким именем его положат в могилу? Скорее всего, без имени. А может, просто значок с долларом обозначат. У него есть много друзей. Как им такое понравится? Люди не хотят подобных событий в дальнейшем. Охотники за головами, какие-то еще незнакомые люди приходят к нам в город, убивают тех, кого в городе знают. И ради чего? Ради денег? Что я могу здесь поделать? Ну, вы же понимаете, о чем я говорю. Я федеральный офицер-миротворец. Я тоже офицер-миротворец. Даже если мне это и не нравится. Так, когда же ты научишься нормально складывать? А что, я какие-нибудь цифры напутал? У тебя вообще все неправильно. Я бы хотел снять номер. Не уверен, что у нас есть свободный номер. А что понадобится сделать, чтобы вы оказались уверенны? Я позабочусь о маршале. А с ним что такое? Боится за репутацию гостиницы? Мы думаем, что все, что вы тут делаете, идет в зачет. Но вы, наверное, уже достаточно пожилой, чтобы уяснить, что в зачет ничего не идет. Я также достаточно пожилой, чтобы понять, кому я сдаю номер в своей гостинице. На завтрак все столы готовы, мистер Криви. Спокойной ночи, Салли. Спокойной ночи. Ладно, Вилл, давай посмотрим, сможем ли мы вернуть эту гостиницу на самоокупаемость. Я не хочу, чтобы вы находились у меня в номере. Я или кто-нибудь еще? Какая разница, как оно выглядит? Вы пришли, чтобы сказать мне именно это? А че этот номер? Выглядит для вас как нечто неприкосновенное, что ли? Теперь вы увидели, в каком месте я живу, так что уходите. Я не этим хотел поинтересоваться. Я не стану подписывать никакие бумаги. Это ясно? Неужели для вас так важно, да еще перед лицом маршала и охотника за головами, вести себя именно так? Ваша реакция быстрее, чем у него. И вы заставили его хвататься за оружие. Тоже мне герой. Вот так бы я вам сказала. Я не хочу быть никаким там героем, и кроме того, я не знал, что окажусь быстрее до момента, когда мы выхватили оружие. Знаете, однажды в таком же вот городке, чуть больше или чуть меньше, я не окажусь быстрее. У него не было ни единого шанса. Но ведь он убил трех человек до этого. У них тоже не было ни единого шанса. Предположим, вы бы любили одного из этих мужчин, которого он убил. И что бы вы стали делать со своей любовью, когда Кон Мейнер со своими людьми покончил с ним? Вышли бы за него замуж, или бросились бы к нему в объятия? А вам и правда нужно что-то делать со своими руками. Женские руки должны быть мягкими. Что вы вообще знаете о женщинах? Ну, то, как вы одеты, и то, каков из себя этот номер, где вы живете. Что ж, это говорит о том, что вы боитесь. Боитесь жить. А может, вы мужчин боитесь, а, мисс? Может ли быть что-то хуже, когда они наполнены ненавистью, так же, как и вы? Нет, может и нет. Но это одно и то же. Ненавидеть людей, бояться их, даже если кто-нибудь из них уже умер. А, кстати, кем была ваша мать? Я слышал, как Кон Мейнер говорил о ней. Кто она? Это так легко понять. Все, что вам нужно сделать для этого, это купить выпивку в Кристал Пэлэс. А кто ваш отец? Как это вообще связано с вашими двустами долларами? Никак. Совсем никак. Никак. Тело Кона готово к захоронению. Доктор его причепурил, и очень даже красиво. Я бы хотел, чтобы ты говорил о чем-нибудь еще, Слоун. Почему это? Хочешь себя дурачить, будто никто не умер? Вообще, этот маршал уже довольно проблемно создавал, пытаясь получить деньги за мейнера. В гостинице мне сказали, что он пытается выведать все у твоей дочери, и чтобы она сделала какое-то там заявление. Никаких шансов нет у мужчины, чтобы получить что-нибудь от Селли. Она явно не такая, как ее мать. Она звучит так, будто ты теперь усвоил свои манеры, а, Пэттерн? Да пусть, он глупый, но он ужасно хорош с собой. Едва ли он в чем-то еще хорош. А вот на это не хотите посмотреть, мистер Слоун? Я уже давно думаю, что я последний такой. А? Что вы думаете на этот счет, мистер Слоун? Я так или иначе уже выпил слишком много виски. Вы когда-нибудь видели того, кто быстрее выхватывает оружие? С другой стороны, вам ведь не надо беспокоиться так, как если бы кто-то стоял против вас. Такое иногда замедляет реакцию из-за того, что человек начинает волноваться. Это чью-то реакцию может и замедлять, но не мою. А вот ты и Кон хорошо ладили друг с другом. Можно и так сказать. Тебе он нравился? Вполне. Года три назад была засуха, и мне пришлось порезать большую часть своей скотины. Но все для меня закончилось хорошо, потому что я сошелся с Коном Мейнером, и он устроил дела как надо. Я не потерял ни единого доллара, впрочем, у меня и не было ни единого доллара до этого. Я знаю, что у Кона своего скота не было вовсе. Полагаю, что он все продал незаконно тогда. Все, что мне известно, он получил наличные, и я выкрутился. Вместо того, чтобы ждать два года, и потом ему платить. Ты же ему заплатил в итоге. Да, но он никогда не давил на меня. Кон Мейнер был очень даже расположен ко мне, как и к остальным людям здесь. А этот Маршалл быстро стреляет. Быстрее, чем я? Не знаю. Что спрашивать-то? Взял бы, да проверил. Лес человек. У тебя не стрелок какой-нибудь, чтобы им пользоваться. А может и нет, Джилл. Но я все равно хочу им воспользоваться. Поет и болтает по-испански. ПЕСНЯ 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 ¿Qué pasará ya, mi burro? Vamos a ver. ПЕСНЯ А чего спешите-то? Нику тружи надо заколачивать. Сделать всё надо к темноте, к ночи. Да дел, Павло, до ночи. Да и подумаешь, всего-то тут поплотничать. Кому какое дело, как я тут плотником подрабатываю? Знаете, сеньор, думаю, что вы правы. Грасяс, мой дорогой амиго. Знаешь, Курки, я вот подумал, мексиканцев у нас тут давным-давно не было. Их уже не так много в округе ТЭКС. Это потому, что они умные. Знаешь что? Что? Такой парень, как Кон Мейнер, заслуживает того, чтобы на его похоронах присутствовала его родня. Особенно такой близкий родственничек, как его брат. А знаешь, кому-то всё же надо доехать до ранчо Чарли Мейнера и принести ему эту печальную весть. Но это может создать проблемы. У Чарли довольно-таки вспыльчивый темперамент. Да, может, так и будет. Курки, так ты что ж думаешь, мы должны исполнить этот христианский долг? Мы должны воздать память иконы то, что ей положено. О, еда — это красивое дело. А когда она подаётся красивой женщиной, то, как сказал поэт, это рай прямо сейчас. Но правда и то, что поэты вечно едят один хлеб вместо яичницы с беконом. Чарли, обслужи-ка маршала как следует. Бедное дитя. Что говорится в Библии о грехах отца, которые там потом проявляются в поколениях после него? Или в её случае это грехи матери, не так ли? Я искренне прошу прощения у вас, мистер Паттон. Ничего личного. Вы просто не знаете, о чём сами говорите. Доброе утро, маршал. Доброе. Хорошо спали? Вы всё ещё подаёте завтрак? Всё будет подано как надо. Выбирайте для себя столик, который вам нравится. Из всех столиков вы выбрали именно этот. Это почему же? А что с ним не так? Ну вы всего лишь один? Ну Кон Мейнер-то здесь сидел? Да. Говоря о грехе, надеюсь, что никто из вас джентльмен и не забыл, что вам нужно появиться на танцах сегодня вечером. Какие ещё танцы? В Дженсен-холле. Будем собирать деньги на строительство школы. Кому здесь нужна школа? Это законный вопрос, и он среди первых, мистер Паттон. Как давно вы стали увлекаться танцами, а, судья? Я сам буду лично продавать билеты. А, ну в таком случае, думаю, что нет опасности в том, что дети очень быстро станут учениками. Я человек злопамятный и готов возразить на вашу ремарку. У вас есть на то свободное право. Да, сэр? Да, сэр. Ну, дайте мне что-нибудь. Вообще, всё, что угодно. Да, сэр. Субтитры сделал DimaTorzok Может быть у нас есть что-нибудь, что вам нужно, даже если вы этого не видите явно Не думаю, что у вас есть такое А вы спросите, мы посмотрим Ну это кое-что для леди А, может быть что-нибудь эдакое, чтобы она это носила Ну вот шляпка, к примеру Нет Платье? Нет А, может быть что-нибудь такое, в чем она будет перед вами, чтобы никто больше не видел А, сеньор, что-нибудь вот для этого? Нет, нет, или... Нет, нет Это не для того, чтобы это надевать А, ой, как плохо А, может вы хотите, чтобы от леди хорошо пахло? Нет, нет Видите ли, это нужно для ее рук А, для ее рук У нее руки совсем грубые А-а-а У меня где-то здесь был крем Он делается из овечьей плаценты Ну это не похоже на человека, который любит женщину-доярку Она не занимается дойкой коров И я для нее не любовник Но сегодня днем, может и нет, но кто знает, что будет ночью С таким-то подарком, ох Да это как лекарство Сколько? 20 центов И не сегодня ночью, и не завтра Почему же вы так говорите, сеньор? А, вы хотите сказать все это потому, что вы невысокого роста? Вы думаете об этом постоянно, да? Я мексиканка Мы мексиканцы маленький народ И в этой стране мы быстро понимаем, каковы бывают подчас такие вот шуточки Иногда и хуже того Вот мой муж Мигель, уже пять лет как мертв Он был еще меньше вас Но в его руках Оу Да вы пойду, думаете, что такая глупенькая женщина, как я Была бы счастлива оказаться хоть с кем-нибудь Я-то подумал, что мистер Бонавентура был очень счастлив Бонавентура Бонавентура Нападу Девушки отдыхают. Объединенный зал закрыт до конца дня. Если вы беспокоитесь о том, как все это выглядит, то чего бы вам не закрыть дверь? Хотя люди все равно не поверят в то, что здесь что-нибудь случилось. Это почему же не поверят? Потому что я — это не моя мать. И я не позволяю мужчинам бывать у меня в номере. Но меня-то вы впустили. Вас я не боюсь. Почему же нет-то? Потому что вы такой же, как и я, одинокий. И вы пытаетесь спрятать свое одиночество за своим револьвером. А я прячу его за передником. Меня вы не проведете так, как можете провести остальных. Они все казались мне гигантами, когда я была маленькой девочкой. Все эти шумные, смеющиеся мужчины, голодные до моей матери. Они покупали ей выпивку, шутили с ней. Лапали ее. Или я должна вам рассказывать еще больше? Нет. Вы мне только что рассказали, каков я есть. Но неужели вы не видите, если бы вы не отличались от них, я бы не смогла впустить вас в этот свой номер? А! Вот это, вроде как, должно помочь вашим рукам. 200 долларов. Вот что он должен получить за убийство твоего брата. 200 долларов. Пойду возьму свой револьвер. Ты не возьмешь никакого револьвера, Чарльз. А он все равно не получит свои наградные деньги. Потому что никто не захотел опознать твоего брата. Именно поэтому маршал до сих пор в городе. Он ждет, что кто-нибудь приедет. Я скачу вместе с вами, Чарльз. Конд, будучи твоим братом, не сделал бы того же самого. Он был человеком с неутомимыми ногами, с загребущими руками. Он был моим братом. Он был убийцей. И в розыске. Я не хочу, чтобы ты встал на ту же самую дорогу. Похороны завтра утром на Бутхилл, мистер Мейнер. Все горожане будут там. Быстро гроб заколотили, да? Две недели это ждать не стоило. К тому времени его бы не узнал даже тот, кто его убил. Вы его заколачивали, и у вас была возможность на него посмотреть. Ясное дело, тогда вы знаете, кто он таков. Я даже знаю, кто его брат. Брат? Как я и сказал. Я знаю, что у него есть ранчо за городом. И насколько я слышал, его брат сегодня получил эту печальную весть. Он будет в Маунт-Сити ко времени похорон. Завтра утром. Вы уверены, что он прибудет на похороны? Это точно. Он из тех, кто гордый. Если ты преступник, тут гордиться нечем. А есть еще причина. Он не потерпит, чтобы его брат лег в могилу безымянным. Почему вы хромаете, док? Я как-то стоял сам себе на месте. Смотрел, как двое изображали из себя храбрецов. Потом они схватились за стволы, и пуля от одного срикошетила мне в бедро. И вот уже 20 лет с тех пор я не могу скакать на лошади. Я ответил на ваш вопрос? Да. Док, зачем вы рассказали маршалу о брате Мейнера? Я ведь не упомянул никаких имен Джо, а? Не так ли? И потом. Тебе не нужно так вот дергаться, не то могу тебе нос отрезать ненароком. Был-то у меня один паренек как-то тоже дергался туда-сюда у меня под рукой. Так вот, теперь каждый раз, когда он чихает, у него вся голова мокрая, словно он под дождем вымок. Тебе нужно быть поаккуратнее с таким делом. Тебе нужно быть поаккуратнее с таким делом. Тебе нужно быть поаккуратнее с таким делом. Салли? Салли. Вот кто я. Салли. Салли, у тебя выходной? Так, ты проводишь свободное время, приходишь сюда и сидишь в одиночестве? Я всю свою жизнь одна. Только вот большая часть этого времени вокруг меня есть люди. Так что в свой свободный день я от них ухожу куда подальше. В выходной я должна быть без них. Так мне нравится больше. И, кстати, я не поблагодарил вас за крем для рук. Уже воспользовалась им. Ощущается хорошо. Правда, вот пахнет ужасно. Кажется, что вы злитесь на какие-то мои слова. Нет, такого не припомню. Да я в любом случае уже не злюсь. Я рада. Знаешь, Салли, такие люди, как вы, может, это и не часто у нас бывает, но мы не особо-то вот можем себе, ну, такое, позвольте, что ли. Что не можем себе позволить? Мы не можем позволить себе быть более трогательными людьми. Быстро обижаемся или просто остаемся одинокими на всю нашу жизнь. Салли? Салли? Да? Сегодня в городе будут танцы. Не хочешь, чтобы я тебя пригласил? Пожалуйста, Люк. Пожалуйста, Люкс. Пожалуйста, Люкс. Давайте признаем это, мистер Слоун, кому здесь нужна школа? Сегодня танцы, а завтра утром похороны. Каковы слои жизни, друг мой? Вполне достаточно итог дня — это зло. Майкл не проверил уже, маршал уехал из города? Пока нет. Ну, я полагаю, что мы можем надеяться на лучшее, а? Можете перестать надеяться. Лучшего не случилось. Мистер купил билет для нашей прекрасной недотроги. Мистер решил, наверное, что это хорошее вложение. Я искренне верю в то, что он не создаст нам проблем. Он-то нет. Поехали. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну? Вероятно, вы можете положить конец моей карьере сборщика средств, но я вынужден вас информировать о том обстоятельстве, что вы здесь гость нежелательный. КОНЕЦ 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 Я сегодня вечером пригласил Салли на танцы Домой она ушла и плакала Девичьи слезы высыхают быстро А как быстро останавливается кровотечение из ран? Об этом вы знаете лучше меня К тому же, пока ты молодой, ты всегда веришь в то, что можешь изменить порядок вещей к лучшему Ну а вы во что верите? Я верю, что все перемены это нормально, но в основном они к худшему Этот человек что-то здорово заболтался с Джилл Небось пытается ее уболтать своими красивыми словами Вот таким способом у меня и с Джилл ничего вынуть не получается Но я сомневаюсь, что ты и Маршал думаете об одном и том же Ну так зачем же вы сюда пришли? Хотелось повстречаться с матерью Салли Ну так вы ее встретили Миссис Крейн, я хочу вас спросить кое-что На теме о том, как вам получить подпись на бумагах, так чтобы вы могли получить свое вознаграждение? Нет, тогда в чем дело? Дело в Салли Отчего это вы ко мне пришли? Потому что во всем мире никто не заботится о том, что с ней случится, кроме нас двоих, сидящих за этим столом Вы умный человек, Маршал А я всегда боялась умных мужчин Да, вы правы Мне действительно есть дело до того, что случится с Салли И я сильно переживаю об этом Но я совсем ей не помогаю Пять лет она живет напротив, через улицу, и я ни разу не зашла к ней А что вы от нее ожидаете? Что вы хотите, чтобы я сделала? Тут у вас много всего есть А вы бы могли перестать сами убивать И кем бы я стал? Единственное, в чем я хорош, так это в том, как я владею револьвером Куда бы я ни поехал вдоль мексиканской границы Везде стреляют и убивают людей Убивают ради любви Ради ненависти и ради денег Я никогда не заботился о том, чтобы кого-то ненавидеть И я не был настолько близок с кем бы то ни было, чтобы любить кого-то Я, видите ли, убиваю ради денег Легко ошибиться в человеке, особенно когда он построил свою жизнь в расчете на оружие Но вы не ради денег убиваете Вы должны что-то такое доказать Или что-то скрыть Я ведь в вас ошибалась Давайте больше не будем говорить обо мне Нет А вот насчет того вопроса, который вы мне хотели задать Я не знаю, как мне на него ответить Вот только разве дать вам мое благословение, что ли? Что мне толку-то с этого? Толку никакого Совсем никакого толку Маршал! А ну встаньте! Это зачем? Не хочу стрелять в человека, который сидит Стало быть, это будет приговор на виселицу вам Кто бы вас не убил в этом городе, он не будет поведен здесь Лес, ты подумаешь, что он тут с тобой вытворяет, Джилл Но он вместе с Салли А что у него с Салли? Неважно Она всегда сможет страдать в разных бозах у его могилы Но я пока что не мертв Вот от этого у меня и болит желудок Станьте-ка, мистер Маршал Разве пристрелить меня в спину в темном перилке не было бы безопаснее? А вы что-то много разговариваете, не так ли? Вы и я будем стреляться Это почти что смешно, поскольку я вместе с Джилл То стало быть, и ее дочь из-за вас также придет на холмы Кто это у нас теперь много болтает? Я жду тебя, высокий человек Лес, это не то, что ты думаешь Почему вы его не убили? За него не было назначено награды Пойду на выход Сеньор У меня для вас кое-что есть Это лучше, чем лечебное средство для рук Это кое-что для кого? Для сеньориты, которую вы приглашали на танец А, это просто кое-кто, который случайно Ой, да вы думаете, я никогда не знал о мужчин? Это невозможно спрятать, когда есть такое между вами и сеньоритой И что же там внутри? Это ночная рубашка Она сделана из лучшего шелка С самыми красивыми кружевами Мне ее как-то прислали из Испании много лет назад Сколько? Я не просто владелица магазина, сеньор Примите это как подарок Большое вам спасибо, миссис Бодавентура Миссис Бодавентура Как там Паттон? Как там Паттон? С ним все нормально, прекрасно Малость пострадал, но все прекрасно Вы не закончили говорить Одна из пуль попала ему в запястье и здорово его покалечила После того, как рано его заживут, из него будет такой же хороший стрелок, как из меня наездник Лес никак не может успокоиться Это просто то лекарство, которое я ему дал, пока не дало эффекта Этого маршала нужно убить А, правильно Вот только вам нужно найти для этого надежного человека, чтобы он сделал такую работу Его нужно убить в эту же ночь Вы не думаете, что за ним нужно присматривать получше? Лучше отдохнуть здесь, рядом со слоном, пока господа готовят убийство маршала Слушай, если ты думаешь, что я пойду в одиночку против него Никто против него в одиночку не пойдет Джилл? 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 А чего вы хотели вообще от этого маршала? Я ничего Ни от него, ни от любого другого мужчины Единственное, на что они хороши, это убивать друг друга Да и то, оказывается, порой в этом деле не особо-то умельцами Салли? Мне не нравится эта идея бросаться на этого человека А что, мистер Брент, вы хотите его взять самостоятельно? Маршал все-таки федеральный офицер-миротворец Тот, кого он убил преступник, вы разве не пытаетесь сделать наш город Маунт безопасным, свободным от преступников? Вы, наверное, ужасно боитесь Это ты боишься Но не вас Вы ведь не собирались ему предупредить, а, мистер Брент? Разве я бы не сделал для него хорошее дело? Да и для вас тоже Все, чего я хочу, это выпить Это ведь солум, или как? Пусть человек выпьет Добрый вечер, шериф, где Маршал? Вэлш? Я проходник за головами, мне нужно остановить это Наверху у себя в номере, и я бы не стал его предупреждать насчет того, что ему там делать Сюда банда едет, прямо сейчас, и я думаю, все будет гораздо хуже Салли Ты с ним вместе? Я? Да Тогда уводи его отсюда, милая Ой, мама Пожалуйста, помоги мне Он не станет меня слушать Если он тот, кто тебе нужен, тогда заставь его слушать тебя Слушай, отведи-ка ты его ко мне в дом, там его искать не станут О, да Что происходит? Маршал там, внутри Мы его достанем Чарли, ты же сказал, что едешь в город только на похороны Коно Хорошо бы, чтоб не случилось двойных похорон Если ты убьешь маршала, знай, что еще будет захоронено завтра утром на Бут-Хилл? Всякий покой и приличие наших с тобой жизней Двое пусть здесь останутся Где маршал? А что это ты спрашиваешь меня с револьвером в руке, а, Слоун? Я как-нибудь в другой раз извинюсь за это, а сейчас скажи, где его номер Я не собираюсь свою гостиницу превращать в дом побоища Мы не хотим вас беспокоить, мистер Криви Вилл нам все расскажет Не так ли, Вилл, а? Я не собираюсь бежать Но там целая дюжина мужиков внизу Что ты пытаешься доказать? Какой ты храбрый перед тем, как ты умрешь Мне неинтересно быть храбрым Ты нам все расскажешь, Вилл, а? Номер семь Никто наверх не зайдет Думаю, что ты забыл, кто тебя назначил на эту работу А я думаю, что вы забыли, для чего изначально вы меня назначили Я достану тебя Достану Ушел Скорее всего, ему более интересен номер девушки Идем Иду, иду Вы двое, проверьте на балконе Слон, давай со мной Ты посмотри на этот, Текс Чего рады-то? А ну, что на ком не надето А ну, идем Он должен быть где-то здесь Я чуть не вскрикнула У нас всего один путь, чтобы отходить Он должен быть где-то здесь, в гостинице Ты не видел мужчину, который спускался сюда? Нет Лучше будет, если вы с женой вместе заселитесь в гостиницу Поскольку маршал ушел, он не может оказаться далеко Так что будем продолжать его поиски Что если они нас найдут? Нет такой причины, по которой им это удастся сделать А что если что-нибудь случится? Я хочу, чтобы ты мне сказал хотя бы раз это Что тебе сказать? Что ты меня любишь? Я и правда люблю тебя, Салли Люблю тебя больше всего Все равно убью тебя Убью Убью его Лес! Приведите Дока Вебера и побыстрее Не думаю, что это именно то, что вы задумали Сегодня вы стали сообщником кое-чего еще Хватит уже Мы не хотели никакого вреда для Джилл Да, это ей сильно поможет Уводите всех отсюда, пока не началось заново Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 У нее есть шанс Еще пару часов, чуть больше или чуть меньше Разница небольшая Она не сильно была разборчива в жизни Такие женщины, как она Уходят неожиданно и быстро А вот когда она уйдет Это я виноват, что она умирает Не стоит приписывать себе такую исключительность, сынок Она из-за меня умирает тоже Двадцать лет назад, видишь ли, когда умер отец Салли Я мог попросить Джилл выйти за меня замуж Но я был слишком горд Слишком горд, поскольку я хромой Но этого ты не поймешь Ма? Ма? Было бы очень хорошо, если бы вы двое приезжали навестить Заезжали бы О, мама От меня тебе не было ничего хорошего с того дня, когда я родилась Нет, ты была той, кого я могла любить Без страха потерять тебя Но я потеряла тебя так давно Не правда ли? О, мама О, Салли Как ты думаешь Ты смогла бы Сделать так, чтобы он был Рядом С тобой все будет в порядке, мама Тогда почему я так сильно боюсь Люк Вы только посмотрите Сколько у него оказалось друзей, когда он умер Иногда за счет смерти можно заиметь больше друзей, чем их вообще могло бы быть Хороший день для похорон Кона Плохо, только что он уже не живой, чтоб оценить такое Салли 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 Понимаешь, поскольку я невысокого роста Меня никто не воспринимал серьезно Когда я был ребенком, надо мной насмехались И мне это не нравилось Вот я вырос Стал охотником за головами Поехал в новые места Встретил новых людей Но где бы я не появлялся Они всегда были со мной Я убивал и продолжал идти дальше по жизни А теперь я пойду на похороны Кона Мейнера Мне казалось Ты говорил мне, что любишь меня Я-то думала Что после всего, что случилось Наступят перемены Я подпишу тебе эту бумагу, Люк Ты сможешь поехать в Сент-Луис и получить свои 200 долларов Все, что я могу получить сейчас Будет на Бутхилл Неужели ты не понимаешь Что вне зависимости от того, сколько человек ты убил Это не сделает тебя ни на дюйм выше Куда бы ты ни пошел Я буду надеяться, что тебя не убьют Но если они это сделают У меня больше не останется слез Я воскрешение жизни И тот, кто верует в Меня Случись ему умереть, будет жить А кто живет и верует в Меня Никогда не умрет Земля земле Прах праху Пепел пеклу И ты будем надеяться на воскрешение Мистер Мейнер Мистер Мейнер Я тот человек, который убил вашего брата А ну, стойте, стойте Вы же убьете его Его и надо убить У него был револьвер Он не стал им пользоваться Отпустите мне руки Пойдем отсюда Вот что же В барабане патронов не было Я позволил брату Мейнера намеренно напасть на меня Это мой долг перед ним Может, я это сам себе должен Это вообще все довольно забавно Очень многое зависит от того, кто кому должен Тот человек, который появился в нашем городе пару дней назад с ордером на арест Даже не понял бы, о чем вы сейчас говорите Может, он что-нибудь и знал, но он бы этого не принял Ох Док Мне нужно принадлежать к какому-то месту Я должен быть частью чего-то Какой у меня может быть шанс, если я останусь здесь, в маунте И отброшу в сторону револьвера Какой у меня будет шанс, если я буду работать спокойно на дружественной ко мне улице Ладно Постараюсь встать Док У меня нет сожалений о том, что я убил Мейнера Но я точно желал бы, чтобы мне не пришлось этого делать В каждом городе есть свой бутхилл Когда мертвые спрятаны в земле, все забывается И в каждой человеческой душе тоже есть свой бутхилл, мистер Вэлш Вы хотите сказать, что когда мертвые уходят, прошлое тоже отмирает? Оно все равно уходит Субтитры создавал DimaTorzok Салли? Люк? Люк? Я потерял свой бутхилл где-то по дороге на бутхилл Люк? Люк? Теперь ты видишь другого парня Не того, кто бегает за деньгами Люк? 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 Субтитры создавал DimaTorzok